Уважаемые жители Республики Сахая-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В Якутии за сутки прошедшие выявлено по данным Управления Роспотребнадзора 47 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые выявлена ситуация, при которой в районах Республики выявлено количество больше, чем в городе Якутске. Зафиксировано в городе Якутске 22 новых случая, а остальные случаи приходятся на районы. Четыре случая в Неренгринском районе, по три случая в Мирненском и Хангаласских районах, по два случая в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Оленёкском и Чуропчинских районах. И по одному случаю в Мегино-Хангаласском, Нюрбинском, Алёкминском, Уселданском и Сунтарских районах. Все ближайшие контакты выявлены и, соответственно, изолированы. Наши лаборатории продолжают работать, исходя из необходимости проведения в сутки около 3000 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии в Республике проведено 308 869 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Также в Республике проводились и исследования непосредственно на ИФА, достаточно известное исследование. Оно проводилось как государственными, муниципальными нашими лабораториями, так и рядом частных лабораторий. Еще раз обращаю внимание на то, что исследования, которые проводятся на ИФА, они являются в большей степени исследованием, которое не используется для определения диагноза. Это исследования, которые определяют наличие или отсутствие антител. На настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, в целом на территории Республики около 5% населения прошло исследование на ИФА. И, соответственно, у нас из них выявлено 13% граждан с иммунитетом, именно имеющие антитела. То есть это данные достаточно приблизительные, они в большей степени носят такой научный общий характер. Теперь момент, который волнует сегодня всех, и начну я непосредственно с 1 сентября. Вчера главой Республики Саха-Якутия вместе с оперативным штабом определено четкое понимание, каким образом будет в Республике проходить именно 1 сентября. В целом мы знаем, что неравномерно является санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Республики. Поэтому те населенные пункты, в которых у нас нет зафиксированных случаев коронавируса, которые являются отдаленными населенными пунктами, их, соответственно, ждет и необходимо провести традиционное 1 сентября с участием всех школьников. В тех населенных пунктах, в которых непосредственно у нас есть зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции, независимо от того, и имеются случаи, которые проявляются в настоящий момент, рекомендовано с Министерством образования Республики провести отдельно линейки по классам 1 и 11 классов и, соответственно, в них непосредственно развести классы таким образом, чтобы были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Перед социальной сферой поставлена прежде всего задача именно перед Министерством образования здравоохранения Республики для того, чтобы эти линейки прошли достаточно четко с соблюдением всех санитарных норм. Линейки для 11-ти классников могут быть также проведены, но при решении самих учителей школ и с четким соблюдением санитарных норм, особенно желательно в тех школах, в которых небольшое количество учащихся. Поэтому вот такая сегодня у нас целая обстановка и, соответственно, такие решения у нас по 1 сентября. В ближайшее время во все школы будет разослана медицинская карта и определен порядок проведения двухнедельного нахождения медиков на территории школ и проведения соответствующих профилактических работ. В Республику поступила вакцина от гриппа и, соответственно, мы начинаем, завтра проводим республиканское заседание санитарно-эпидемиологической комиссии и начинаем вакцинирование детей от гриппа, куда я и приглашаю всех принять участие. Продолжение следует...